1953 год. Главный редактор журнала «Работница» решает вопрос, что делать с портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, которое решено поместить на обложку очередного номера. Сделанная фотография просто ужасна. Вождь народов выглядит глубоко больным человеком. Что абсолютно соответствовало истине. Так и было. Он уже редко бывал в Кремле и в основном находился на даче. После нескольких ишемических инсультов его настигла болезнь Альцгеймера. Но народ про это ничего не знал. Для всех он был живее всех живых. Это скрывалось. Это скрывалось. Печать. Все люди себя так, как будто Сталин крепле. Если бы работница опубликовала портрет Сталина таким, каков он был на самом деле, то это бы означало мгновенный арест и самое жестокое наказание всего руководства журнала. Неправильного взгляда, неправильной улыбки или просто ее отсутствия было достаточно для того, чтобы тебя, а самая страшная члена в твоей семье, не просто убрали в дальнюю ссылку, но еще и расстреляли. Сталин был на редкость некрасивым человеком. Небольшого роста, с сокшейся рукой, от полученной в детстве травмы, лицо изъедено оспинами, местами конопатое. А к концу своей жизни он стал выглядеть просто ужасно. На лице отобразились многочисленные болезни и необратимые изменения в психике. Но сам Сталин в плачевность своего состояния не верил и одержимой манией преследования гнал от себя врачей. 73 года, даже 74 года, если считать от настоящего дня рождения. Но он думал прожить до 100 лет. Он говорил, что у нас в Грузии долгожители. Отмирание сосудов головного мозга превратило и без того подозрительного Сталина в настоящего параноика. Он цеплялся за власть и больше всего боялся утечки сведений о том, что он хворает и уже не следит круглосуточно за всей страной. Он не бывал на заседаниях политбюро, но всегда потом подписывал протоколы, как будто сам был в Кремле. И газеты печатали его старые фотографии, выдавая за свежие. Нужно было показывать, что вождь народов на коне и работает в полную силу. Он отсутствовал в Кремле. Это скрывалось. Это скрывалось. Печать все вели себя так, как будто Сталин в Кремле. Будучи еще здоровым человеком, в 20-е годы Сталин, увидев себя на страницах правды, понял, что выглядит, мягко говоря, неважно. Разгневался и собрал совещание своего ближнего круга, на котором раз и навсегда дал понять, он хочет быть другим. Все главные редакторы советских газет и журналов получили распоряжение делать Сталина красивым. Уничтожить проблемы с кожей, значительно омолодить, увеличить рост. Из чудовища стали делать цветущего мужчину со здоровым румянцем на щеках. Любая фотография, прежде чем попасть в типографию, должна была быть отретуширована. И создавался иллюзорный облик вождя, такой совсем какой-то лонолитий, такой как бы гладкокожий, такой благородный. Фотографии Сталина были бесконечно далеки от оригинала. И он не понимал, насколько неестественно выглядят эти отфотошопленные обложки советских журналов и плакаты, которыми украшали все города Советского Союза. Он считал, что пресса не может и не должна являть правду жизни. Она существует для того, чтобы люди каждый день убеждались в том, что живут в самой лучшей стране, которой рулят боги. Практически каждое издание тогда открывалось портретом Сталина, Шилова, Молотова. И нет ни одной книги, ни одного журнала. Это невероятная редкость, где этих портретов нет. В 1943 году вышел журнал «Лайф», полностью посвященный Советскому Союзу. Как американцы в условиях железного занавеса умудрились создать, по сути, энциклопедию советской жизни, остается загадкой. Но они детально разобрались в том, кто и как пришел у нас к власти, какие у нас живут народы, что за нравы и быт. Сталину этот выпуск перевели, напечатали с обширными комментариями и сделали свою обложку с золотыми буквами. Его многое возмутило, но больше всего – собственная фотография. Ретуши не было. Полный ужас. Не брезговал Сталин и откровенными фейками. То есть фотографиями, присмотрись к которым, и станет ясно – это примитивный фотомонтаж. Быть такого не могло и не было. К примеру, Сталин совсем не любил детей, но они были хороши для создания человечного образа отца народов. Большое спасибо за счастье дары товарищу Сталину от детворы. Заметьте, девочка по размеру абсолютно несоразмерна фигуре Сталина. Более того, на задний план тоже поставлены совершенно другие лица. Потому что, вы понимаете, чтобы увидеть крупно Сталина, невозможно увидеть лица из толпы вот такой крупности. Лицо этого молодого человека, оно просто огромное. Вы мне можете объяснить, это чья рука? Откуда она проделась? Всем известно, что Сталин ненавидел Ленина. А Ленин сначала относился к Сталину, как к вполне надежному соратнику. Но к концу своей жизни написал большую статью, в которой заклинал товарищей по партии не давать Сталину власти и называл его чрезвычайно опасным человеком. Есть историки, которые развивают версию, что Сталин отравил Ильича неизвестным ядом. И совершенно очевидно, что они не могли так мирно и хорошо сидеть на скамейке в горках незадолго до смерти Ленина. И это махровый фейк. Такой идиллии не было. Ленин сидит на инвалидном кресле, Сталин сидит на какой-то лавочке, очевидно, где-то на отдыхе. И у нас просто кресло и лавочка дурно подходят друг к другу. Эта фотография была частью операции «Приемник». Сталин хотел, чтобы весь советский народ понимал, он лучший друг Ленина, выполнит все заветы Ильича. Фальшивый снимок опубликовали все главные газеты страны. Народ в него поверил. И мы выросли с этим образом. Более того, мы его видели в школьных учебниках. Мы его встречали во всей визуальной пропаганде, которая нас окружала. Ленин стал жертвой явления, которое сам же и внедрил. Фотошоп появился в нашей прессе сразу после революции. Ильич был прекрасным оратором. И качеству агитации и пропаганды придавало огромное значение. Если флаг на снимке с революционно настроенными солдатами слишком темный, в кадр лезет реклама магазина, то почему бы не исправить положение и не сделать снимок, который достоин, чтобы войти в историю великой страны? Еще одно известное фото. Ильич и Крупская с детьми в деревне Кашино. Но на самом деле в кадре были и взрослые жители деревни. Заретушированы, стерты, уничтожены десятки сельчан, кулаков подкулачников и просто нескладных персонажей. Первый, самый простой фотомонтаж, это фотомонтаж при помощи ножниц и клея. Практически такая работа сделай сам. Берется журнал, берутся ножницы, берется лист белой бумаги и все картинки, которые нам нужны. Мы с вами все это вырезаем по контуру, чтобы не мешал фон, отбрасываем лишнее и начинаем из этого комбинировать уже свою историю. Ленин искренне верит. Если он слегка подправит фотоснимки, то в этом нет никакой неправды и преступления. Это все ради великой идеи построения новой страны, в которой восторжествуют равенство и справедливость. Еще одно фото из прессы тех лет. Ленин выступает перед демонстрантами на Дворцовой площади. Реальная толпа была жиденькой, но после профессионального политического фотошопа количество присутствующих увеличилось в разы. Нужно было показать неграмотному народу, куда он должен стремиться. И фотография вся стала выхолощиваться. Стали показываться одни достижения, и вокруг могло твориться все, что угодно. Нищета, голод, репрессии. А посредине показывали, как замечательно развивается наша индустрия. Советские люди действительно нуждались в постоянном приободрении, каких-то моральных костылях, которые позволяли бы держаться на ногах посреди весьма суровой реальности. Начало 20-х. Массовый голод в Поволжье. Было известно немало случаев каннибализма. Страна разрушена гражданской войной. Эпидемия, безработица, нищета. И вдруг в деревнях появляется свет знаменитой лампочки Ильича. Об этом пишут все газеты. Прорыв, победа большевиков, большое счастье. Но что там за мужчиной и старушкой на стене? Иконостас? Этого в стране советов быть не может. Религия объявлен бой. Отрезать иконы, вставить фрунзе. Иконы ушли, а Михаил Фрунзе выпятился. Главным здесь два вещи. Это лампочка и Михаил Фрунзе, который, понимаешь, отрислял всю нашу вот партию, которая дала вот этим двум людям, дала вот эту новую хорошую жизнь. Это сегодня, в эпоху удивительных компьютерных технологий, с фотографиями для прессы можно делать что угодно. Все наши звезды моложе, стройнее и красивее, чем в жизни. На страницах многих изданий полно откровенных фейков. И отличить их от реальных фотографий просто невозможно. А раньше фотохудожникам приходилось творить чудеса. Арсенал технических средств был убогим. Фотоаппараты были отечественного производства, пленка плохого качества, белила, цветная тушь и терпение. Вот и все, что могло помочь. Не было так, как сейчас. Приехал, щелкнул на цифру и сразу в газеты переслал по интернету. Часто фотографии составлялись из нескольких частей и подвергались не только улучшению, как контурная резкость, контрастность, дополнительно обводились контуры лица, глаз, шинели или оружие, но и убирались ненужные детали, как мусор какой-нибудь, деревья. При этом представьте чувство человека, которому доверили делать портрет вождя народов для обложки журнала с тиражом миллион экземпляров. Страшная ответственность, невыносимое волнение. То, что Сталина делают красивее с помощью ретуши, было государственной тайной. Фотохудожник журнала «Радиослушатель» как-то поделился с друзьями рассказом, как делал обложку с первым лицом страны и попал в тюрьму. После того, как он отсидел свое полгода на бутырке, его выпустили, он стал самым молчаливым человеком на свете. Фотография Маяковского из очень популярного журнала «СССР на стройке» собрана из трех отдельных изображений. Это вид Нью-Йорка, знаменитый бруклинский мост, портрет Маяковского, сделанный Родченко в 1924 году и репродукция паспорта. По контуру вырезан портрет Маяковского очень аккуратно, он вплавился в пейзаж. Вырезан по контуру снимок паспорта. И в результате вот эти три слоя, собравшись вместе, создали нам композицию. В 30-е советский фотошоп был очень примитивным. Вот Сталин вставлен в сцену встречи с ударниками производства, явно из другой фотографии, и это очень заметно. И если приглядеться внимательнее, видно, что некоторые ударники клонированы. На замену костюма у Лаврентия Берия фотограф потратил три дня. А когда Лаврентий Палыч потребовал убрать двойной подбородок, фотохудожник засел еще на неделю. Но постепенно качество снимков росло, и к концу 30-х годов советский фотошоп уже мог достойно справиться с поставленной Сталином задачей – ликвидировать из фотоледописи страны многочисленных врагов народа. Вот так, например, на известной фотографии, где Ленин выступает на деревянной трибуне, под трибуной стоит Троцкий. Впоследствии, когда с Троцким пути Советского Союза разошлись, Троцкий с фотографии исчез, его просто закрасили. Они развенчаны, они объявлены врагами народа. А они есть на фотографиях с руководителями государства. Соответственно, вы обращаетесь к ретуширам, которые уберут ненужную фигуру. После изгнания Лев Троцкий как назло, так и лез со всех фотографий. Его было очень много. Стоит рядом со своими соратниками, и понятно, что это тоже один из строителей Советского государства. Но ему теперь рядом с ними не место. Это известная фотография, где Ленин и Троцкий вместе, даже стала основой для картины Диего Риверы. Но потом этот кадр был обрезан так, чтобы Троцкого видно не было. Его выдает только кусочек локтя. Иногда бывало, что враг народа попался между хорошими личностями. И нужно было либо его изъять, но тогда получался какой-то непонятный и нелепый разрыв в видеоряде. И тогда их сгруппировали. Соответственно, надо было вырезать, наклеить, опять сфотографировать. Надо было сделать это умело. Не всегда это получалось. Иногда оставался чей-то локоть или колено, или кусок одежды. Другой известный снимок. Ленин выступает с речью перед солдатами, отправляющимися на польский фронт. Рядом соратники Троцкий и Каменев. Сначала исчез один, потом другой. Вот эти люди вылетали, и они должны были вылететь из нашей фотолетописи. Потому что фотолетопись власть сохраняла особенно бдительно. В 30-е Сталину был очень нужен нарком Николай Ежов. Этому человеку была поручена чистка партийных рядов. В 37-м его назначают наркомом НКВД. Период его власти потом назовут Ежовщиной. Ежов залил страну реками крови. Провел самые страшные и масштабные репрессии в истории СССР. Но в декабре 38-го «Правда и Известия» напечатали следующее сообщение. Товарищ Ежов Н.И. освобожден, согласно его просьбе, от обязанностей наркома внутренних дел с оставлением его народным комиссаром водного транспорта. И водным транспортом заправлял Ежов недолго. В 39-м его арестовали, обвинили в подготовке государственного переворота и расстреляли. И его маленькая уродливая фигурка стала пропадать с фотографий. На этом снимке он прогуливается по берегу канала Москва-Волга со Сталином, Ворошиловым и Молотовым. И вот те же, но уже без расстрелянного врага народа. Точно так же были стерты Каменев, Зиновьев, маршалы Егоров и Блюхер, нарком Янукидзе, исчез Иберия. В редакциях советских газет и журналов даже появился специальный забавный термин – пальмирование. Есть легенда о том, как это возникло. Нужно было убрать Бухарина, тоже ставшего врагом народа. И когда корреспондент, который готовил фотографию, спросил главного редактора, а как это сделать, ну, поставь катку с пальмой, и будет, дескать, вместо товарища Бухарина тут расти пальма. Под пальмированием стали понимать замену человека каким-то неодушевленным предметом. Но заменить человека на пальму или этажерку в новой газете легко. А вот как убрать его из старого выпуска, который уже разошелся по рукам советских граждан? Из журналов, которые тогда было принято хранить по долгу, из уже проданных книг, способ в Советском Союзе был найден нехитрый. Это поручили детям. Мы в школе 10-летнему мальчику и всему классу говорили. Вот сегодня идет процесс над врагами народа. Тухачевским, Комарником, Егоровым. У вас есть дома документы, в которых портреты вот этих вот людей? Вы должны прийти домой и всех их зачеркнуть. И мой папа, будучи настоящим пионером, тимуровцем, шел домой и планомерно в 10 домах внимательно прослеживал и всех вычеркивал, кого на этот день надо было вычеркнуть. В 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Мирный договор с Германией был назван влиятельным американским журналом «Тайм» последней попыткой противостоять Третьему рейху при помощи дипломатии. Сталина объявляют «Человеком года». И еще раз «Тайм» это делает в 1943-м за ожесточенное сопротивление Советского Союза вторжению фашистских войск. Сталин ульстила внимание заграничной прессы, и он хочет, чтобы наши журналы были такими же яркими и убедительными. На их развитие бросают большие силы и деньги. Почти все снимки, сделанные во время Великой Отечественной войны, они постановочные. Во-первых, снимать в бою небезопасно, и были даже специальные приказы, которые запрещали фотографам в бою снимать. Мне это рассказывали фронтовые корреспонденты. В годы войны фотомонтаж приобретает новый смысл и особое значение, и впервые за всю историю страны приносит конкретную пользу. Фотохудожник Александр Житомирский делает листовки и журнал на немецком языке «Фронтовая иллюстрация», в которых немецких солдат убеждают бросить оружие и сдаться в плен. И благодаря фотоколлажам Житомирского они понимают, что дома их ждут родные люди, и нужно использовать шанс остаться в живых. Этот журнальчик сбрасывался с самолетов над расположением немецких войск, и войск союзников, которые вместе с войсками немецкими пришли на территорию СССР, это было вкладом художников, фотографов в победу. У Житомирского было немало орденов и медалей, премий и дипломов, но больше всего он гордился тем, что в годы войны его имя под номером 3 после Ильи Иренбурга и Юрия Левитана было внесено в список личных врагов Геббельса, которых после взятия Москвы сразу следовало найти и повесить. Советская пропаганда была блистательной, и до сих пор многие ее достижения копируются, они просто развиваются на новом уровне технологий. Была замечательно выстроенная машина. Многие считают, что пропаганда и пресса, в которой много неправды и исключительно нужных власти фактов, порождение тоталитарных систем. Но Геббельс нужен, его фотографии повсюду. А вот тот же снимок, с которого Гитлер уже потребовал Геббельса убрать. Но первыми баловаться фотошопом стали совсем не фашистская Германия и Советский Союз, а страна, в которой с дня ее рождения говорят о демократических ценностях. Это знаковый снимок еще 19 века. Вроде портрет Авраама Линкольна, а на самом деле подделка. Голова Линкольна, а вот тело позаимствовали у политика Джона Калхуна. После 20-го съезда партии началось развенчание культа личности. И Хрущев велел убрать с картины фотографий Сталина или заменить его на Ленина. Началась новая эра советского фотошопа. Теперь боролись с вождем народов, на красоту которого было потрачено когда-то столько сил. Сам я видел в одном из антикварных магазинов на Арбате своими собственными глазами портрет Сталина, переделанный в портрет Карла Маркса. Есть, например, знаменитая картина Серова «Ленин провозглашает власть Советов» на фоне Кумача, выступающей Владимирович Ленин. А за ним в резидиуме находятся Сталин и Молотов, которые очень не нравятся Никите Сергеевичу Хрущеву. И вот по его заказу картина переписывается, и Сталин и Молотов оттуда исчезают, появляются рабочие и крестьяне, стоящие за Ленина. Но простой советский гражданин очень редко замечал нестыковки на газетных и журнальных фотографиях. Он думал, правда, печатает правду. Как и все остальные издания, печатному слову верили свято. 1971 год. Два старых друга, канцлер ФРГ Вилли Брандт и первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев встретились для официальных переговоров. Отношения между политиками были столь давними и теплыми, что без спиртного не обошлось. Брежнев был еще молодым, цветущим мужчиной. До беспамятства и зависимости от психотропных средств еще далеко. И он не стесняется появляться в официальной хронике с рюмкой коньяка или бокалом вина. На приемах в Кремле, во время охоты в любимом Завидове, на отдыхе на курортах. Но для советских газет и журналов фотографии отбирают без намека на какие-то радости жизни. Все строго, сплошной протокол и работа. Ни один редактор не пропускал в печать снимки без правильной политической коррекции. Вот как выглядела фотография у нас. Никаких бутылок спиртного. А вот в каком виде ее напечатал немецкий журнал «Правда жизни». Лидеры двух держав выпивают. Наши читатели, как правило, не могли увидеть западные газеты с бутылками. Но они должны были увидеть картинку, где добрый Леонид Ильич Брежнев пьет с тоже неплохим, вроде бы в данном случае, канцлером Германии чай, а не водку или коньяк. Того, в котором работал на Германии, прекрасно понимал, что это будет смешно, если он это вызывает только кривотолки и падает доверие к самой фотографии и к тем людям, которые это сделали. Но в Советском Союзе никогда не боялись искажать реальность и преподносить все в приукрашенном, порой фантастическом свете. И достижения народного хозяйства, и трудовые подвиги, и радость граждан от жизни. В кино и фотохронику не попали никакие черные, ставящие пятно на репутации сверхдержавы, факты. Это отлакированная действительность, похожая на какой-то грандиозный рекламный ролик. Нам выпала высокая честь сказать сердечное спасибо дорогому Леониду Ильичу Брежневу за то, что мы живем в стране счастливого детства, за неутомимую борьбу за мир, счастье всех детей планеты. В СССР в 1933 году было принято специальное постановление, которое запрещало любую фото- и киносъемку без письменного разрешения везде. То есть цензура была абсолютно везде. И в кино, и в фотографии тоже. Особенно охраняли от фотографов столицу Советского Союза. Ни один турист, ни один обыватель не мог беспрепятственно ходить по Москве и делать какие вздумается кадры. Человек с фотоаппаратом сразу вызывал пристальный интерес строгих людей с Лубянки. Они же очень строго контролировали работу фотокорреспондентов различных газет и журналов. До 1987 года мы не имели права без спецразрешения снимать или публиковать в печати фотографии панорамных снимков Москвы. Это, конечно, смешно. Сейчас это уже вызывает улыбку. Удивляет факт. При Сталине, когда жизнь была очень трудной и тревожной, в каждом доме было горе. Кто-то репрессированный или погибший на войне, пресса и вся остальная печатная продукция поражали буйством красок и радостью жизни. Невероятно румяные, счастливые лица, невероятно красивые города и колхозы. Ты стоишь, что ты ничего не можешь сделать. Я смотрю на эту доярку, или, я не знаю, свинарку, и на ее свинку, у меня душа поет. Жизнь как праздник, и труд как праздник. А вот при Брежневе, когда жизнь стала намного лучше, ни крови, ни голода, ни постоянного страха, пресса стала унылой. Передовицы наших газет были оформлены очень скучно, мало радовали журналы. Брежневу было, по большому счету, все равно, как он выглядит на обложках и страницах правды. Фотошопом его облагораживали очень редко. После эпохи пышных похорон к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев. И редакторы советских СМИ решили, что окажут ему большую услугу, скроют от народа наличие на голове большого родимого пятна. Я думаю, что Горбачев меньше думал о своем пятне. Думаю, о пятне было думать не сильно когда-то. Он менял мир. Он менялся с миром. Было время огромных стремительных перемен. В это время было не для того, чтобы ретушь делать. Страна стала совсем другой, и главным отличием новой прессы от той, что люди держали в руках в эпоху застоя, стали фотографии, демонстрирующие правду жизни. Часто просто ужасную. Все, и рядовые граждане, и те, кто правят страной, предстали в натуральном виде. Больше действительность никто не приукрашивал. Историю любой страны, любого народа есть и светлые, и темные полосы. Но если мы начнем переписывать историю, то мы запутаемся, мы извратим в сознание следующих поколений действительность, и мы не сможем излечь из нашей истории то, что мы должны излечь. Когда мы говорим о фотографиях, точно, совершенно, мы должны видеть события такими, какими они являлись в действительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова